И теперь о событиях дня подробнее. В Ангарске обрушилась часть жилого многоквартирного дома. Во время ЧП никто не пострадал, а все потому, что это происшествие ждали. Два года подряд. Сюжет о том, как всего лишь одна трещина помогла вскрыть, пожалуй, самую масштабную коммунальную проблему региона, увидите прямо сейчас. Металлический забор, оградительная лента и предупреждающие таблички. Подойти к этому дому в Ангарске непросто, но журналистов здесь сегодня хоть отбавляй. Накануне у здания обрушилась часть облицовочной плиты. О трещине на торце рассказывали и мы. Всего несколько дней назад. Но за два года существования проблемы никто так и не предпринял никаких мер. Первого «Жареный петух» клюнул директора управляющей компании. У него своя версия, которая подтверждается протоколом общего собрания жильцов. Собственники в рамках текущего ремонта не приняли решение на общем собрании производить восстановление стеновых панелей. Их мнение было, что работы должны быть произведены в рамках капитального ремонта непосредственно фонда. На капитальный ремонт надежды возлагали и в администрации города, но у фонда своя. Правда, работы в этом здании запланированы на 2028 год. Сдвинуть сроки могло бы ходатайство местных властей. Но его в фонде не получили. Вот и остается сотрудникам мэрии лишь сожалеть и готовиться к худшему. К сожалению, это серийная ситуация для данного конструктива. Я так понимаю, это уже не первый, не второй случай. Да, это не первый, не второй. Поэтому мы должны быть готовы. С точки зрения технологий и технических сложностей никаких нет восстановления данной панели. Сложностей нет, так же, как и денег на ремонт. Его необходимо срочно провести как минимум в 500 домах Ангарска. Все они относятся к 335-й серии. В таких зданиях есть конструктивный дефект. Под воздействием ветра и влаги плиты начинают крошиться. Дома 335-й серии, панельные дома, которые были построены уже более 50 лет некоторых тому назад. Кстати говоря, вот этот дом не самый худший из той серии. Есть еще и бескаркасные дома, которые вообще немедленно надо принимать какие-то меры, для того, чтобы не произошло обрушение дома как такового. Ситуация очень скверная. Столь скверная ситуация не только в Ангарске. Дома 335-й серии есть практически во всех крупных городах региона. Всего таких зданий более тысячи. Признать их аварийными нельзя. Точнее, можно, но куда расселять людей? А главное, на какие деньги, если средства на ремонт одного единственного дома изыскивали два года? Кстати, до сих пор не нашли. Пока у аварийного здания лишь обрушили все поврежденные плиты. На том и остановились. Евгений Шоев. Новости по будням.